Вот этот гранатомёт Маджахеда сумели захватить на перевале, а наши десантники водились. Это вооружение, такая богатая, интересная военная история. Раритетные экспонаты и картины из фондов Брянского краеведческого музея по случаю 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана встречали гостей мероприятия в фойе Хрустального зала правительства Брянской области. С памятной датой собравшихся поздравил губернатор Александр Богомаз. Благодаря введению советских войск Афганистан боролся с террористами, укреплял экономику, развивал институты государственности. Война, которая длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней, стала одной из самых трагических и противоречивых в современной истории и навсегда оставила в сердцах нескольких поколений наших граждан глубокую незаживающую рану. Сегодня мы живем в условиях новых угроз нашей Родины. И пример подлинного патриотизма, стойкости, несгибаемого боевого духа, проявления проявленными воинами, афганцами, очень важен для подрастающего поколения. Многие из вас занимались и сегодня занимаются подготовкой военнослужащих, военно-патриотическим воспитанием молодежи. То, что сегодня наши воины успешно решают боевые задачи в ходе специальной военной операции, во многом результат вашей работы и личного участия. И об этом сказал президент нашей страны, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение. Чем больше времени отделяет нас от тех событий 35-летней давности, тем яснее приступает смысл значения подвига, совершенного воинами и транснационалистами. Слава всем, кто выстоял в сражениях, кто до последнего своего шага по чужой земле остался верен присяге и своей Родине. Через Афганистан прошли 3164 уроженца Брянщины. Игорю Ёжикову в 1980-м исполнилось 18. Повестка в военкомат, учебка, чужая страна, где идет настоящая война. Мы защищали родины же своей тогда Родины, Советского Союза. И мы были, ну как, нас учили, нас готовили к этому. Ну, естественно, не именно к войне, а к защите нашей Родины. И мы, я считаю, с честью выполнили этот долг свой. В Афганской республике старший сержант Ёжиков провел полтора года. Участвовал в охране важных объектов – операциях по ликвидации бандформирований. В ноябре 1981-го тяжело ранен. За мужество и отвагу награжден Орденом Красной Звезды. Мурман Беридзе тоже оказался в Афганистане 18-летним пареньком, едва окончившим школу. В его послужном списке и участие во второй чеченской компании. Когда с человеком долго служишь, они как родные становятся. И когда фатальные исходы, что-то происходит, и теряешь, очень-очень плохо это. И сердце близко принимаешь, и это плохо. Только афганская война унесла жизни 133 брянцев. А ведь были ещё Чечня, Югославия, Сирия. И вот сейчас специальная военная операция на Украине. Почётными гостями торжественного мероприятия стали матери и вдовы павших в горячих точках героев. Войны-интернационалисты первыми встали на пути продвижения сил международного терроризма, радикального ислама и наркобизнеса к границам нашего Отечества. Верные присяги, они героически сражались на Афганской войне, проявив свои лучшие качества. Преданность, патриотизм, верность Родине, отвагу, высокую гражданственность и сознательность. И сегодня воины-интернационалисты ведут активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. За большой вклад в это важное дело им вручили почётные грамоты и благодарности. Константин Атрошенко в будущем видит себя офицером. А пока он курсант военного учебного центра «Прибгиту». Наверное, глубоко внутри у каждого мужчины есть желание стать военным. Мы обучаемся, проходим всё с интересом и с большим удовольствием. Родина даётся лишь окна, нам нужна великая Россия, нам нужна великая страна.